Интервью с о кандидатом исторических наук, ведущим научным сотрудником Центра постсоветских исследований ММО имени Примакова РАН, доцентом факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова Дмитрием Малышевым. Дмитрий Валерьевич, начнем с конспирологии. На минувшей неделе телеграм-канал Табакерка, близкий к кремлевской элите, сообщал о том, что Москва якобы готовит спец-группу для отстранения Никола Пашиняна от власти. Как вы считаете, может ли Россия устроить газпереворот в Армении? Начну с того, что в России на этот счет существует диаметрально противоположная точка зрения. Данный телеграм-канал был создан в апреле 2022 год, вскоре после начала СВО в Украине. Да, он позиционирует себя как близкий к российским властям. Но насколько я знаю из российских СМИ, канал распространяет фейковые новости, а стоит за ним ЦИПСа Центра информационно-психологических операций Украины, он распространяет сведения, явно дискредитирующие Россию и российские власти. Действительно, деятельность армянского руководства и в частности, премьер-министра Пашиняна подвергалась критике со стороны российских властей, в том числе за связи последнего с небезызвестным фондом Сороса, который имеет крайне антироссийскую направленность. Кстати, заявлял об этом и министр иностранных дел РФ Лавров. Но критика носила и носит чисто политический характер. Никаких переворотов в Армении Россия не готовила и не готовит, это не наши методы, а западная пропаганда исходит из того алгоритма поведения, который там на Западе хорошо известен и неоднократно реализовывался в различных странах мира. Так что этот очередной фейк распространяют такие сомнительные телеграм-каналы, как кремлевская табакерка, которым явно не стоит доверять. А решение, оставаться ли Пашиняну и его окружению у власти или нет, особенно после поражения в Карабахе, должен принять исключительно армянский народ. Как вы считаете, выйдет ли Армения из ОДКБ до конца этого года? Я напомню, что Армения является одним из учредителей ОДКБ, и основную военно-политическую поддержку этой стране, начиная с 1990-х годов, всегда оказывала Россия. После подписания в июне этого года совместного заявления с США, где стороны договорились о повышении уровня партнерства, руководители Армении Хором начали говорить о выходе из ОДКБ, а Пашинян, действуя по указке своих западных кураторов и спонсоров, даже заявил, что ОДКБ — союз пузы. С другой стороны, что еще следовало ожидать от политика, связанного с фондом Сороса и которого покровительственно похлопали по плечу американцы, в частности, ярый русофоб, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Селиван. Поэтому можно предположить, что при определенной политической конвенктуре выход Армении из этой структуры возможен, хотя это явно не будет отвечать интересам страны и армянского народа, для которых ОДКБ являлась и является определенным гарантом безопасности. После нескольких месяцев затишье Армении вновь стало обстреливать позиции вооруженных сил Азербайджана. Прогнозируете ли в этой связи новые боестолкновения на условной армяно-азербайджанской границе? Судя по всему, вещь идет о недавних обстрелах позиций азербайджанской армии в Нахчиване с армянской стороны. Конечно, подобные столкновения в условиях нынешней непростой ситуации будут, скорее всего, иметь место в будущем. Как вы знаете, Никол Пашинян отказался пересматривать Конституцию Армении, в которой сохраняются территориальные претензии к Азербайджану. Стоит ли говорить в этой связи о вероятности заключения мирного соглашения до конца текущего года? О необходимости внесения изменений в Конституцию Армении Пашинян неоднократно заявлял еще в январе 2024 года. Но никакой конкретики тогда озвучено не было. Говорилось только о сохранении строя парламентской республики и что за эту новую Конституцию должен проголосовать армянский народ. И судя по всему, этот вопрос не стоит на повестке дня армянского руководства. Возможно, что какие-то проекты новой Конституции и существуют, но кроме не вполне конкретных заявлений дело дальше не идет. А отказаться уже официально, от Карабаха Пашинян, как мне кажется, пока не готов. Поэтому несмотря на то, что Пашинян неоднократно заявлял о готовности заключения мирного договора с Азербайджаном, при нынешнем положении дел заключения такого документа едва ли возможно в ближайшее время. На этой неделе состоятся президентские выборы в Иране. Может ли измениться после этого политика Тегерана в отношении стран Южно-Кавказского региона, в частности Азербайджана? Иран всегда проводил и проводит достаточно прагматичную политику на Южном Кавказе. В последнее время его особый интерес сосредоточен на реализации проекта транспортного коридора «Север-Юг». В проекте задействовано уже полтора десятка стран, а для Ирана здесь как раз интересен Азербайджан, через который проходит важная часть этого транспортного маршрута из российского Санкт-Петербурга в индийский Мумбаи. Я думаю, что подобные тенденции в политике Ирана будут сохраняться и при смене политического руководства страны. Возможно, что изменится отношение Ирана и Армении при сохранении нынешнего армянского руководства, которое взяло курс на интеграцию в структуру коллективного Запада, что явно не отвечает предпочтениям Тегерана, против которого Запад перманентно вводит все новые и новые санкции. Каким видите будущее Южного Кавказа в среднесрочной перспективе? Надеяться всегда надо на лучшее. Хочется верить, что на Южном Кавказе не будут разморожены застарелые конфликты в Абхазии, Южной Осетии и Карабахе, которые берут свое начало со времен позднего СССР, и что страны Южного Кавказа будут выстраивать свои взаимоотношения на основе взаимного доверия и взаимопонимания. Но к сожалению, на это остается только надеяться.